клубника это довольно таки капризная ягода и для того чтобы она порадовала своим отменным урожаем ей нужен определенный уход ну а так как я сегодня наконец-таки займусь ею то заодно буду рассказывать и показывать что я делаю с клубничными грядками весной как их прибираю какими средствами обрабатываю от вредителей и болезней и конечно же чем в это время подкармливаю кустики и так самое первое что я делаю это конечно же прибираюсь на грядках и срезаю с кустов прошлогоднюю листву собираю ее в бочку моя клубника растет преимущественно на укрывном материале но к сожалению последние две грядки он был настолько плохого качества что даже не прослужил и года и весь порвался в труху поэтому там где его нет я вокруг кустиков аккуратно взрыхляю землю граблями а там где лежит этот геотекстиль то сделать это не удастся да и в этом нет необходимости так как почва под ним не обветривается и не покрывается коркой а вот уже следующим шагом после уборки я обрабатываю растения противогрибковыми средствами и для чего опрыскиваю их 1 процентным раствором бордоской жидкости это всем известный химический фунгицид который очень хорошо уничтожает грибковые заболевания например пятнистость листьев у моей клубники это целая проблема причем обычно для ранневесенней обработки применяют 3 процентный раствор но так как я с обработкой немного припозднилась и мои кустики уже обросли свежими листьями то я сделала раствор послабже чтобы их не обжечь а вот от вредителей я обрабатываю свою клубнику отдельно уже вторым заходом примерно через недельку и уже не фунгицидом а инсектицидом например таким эффективным препаратом как аллатар от фирмы ваше хозяйство это можно сказать универсальный препарат для защиты большинства садово-огородных культур от вредителей им можно обрабатывать не только плодовые ягодные кустарники но и овощи деревья и цветы так как он защищает не только клубнику или малину от долгоносика но и капусту от гусеницы крестоцветной бложки картошку от колорады лук от луковой мухи морковь от морковной бложки томаты и огурцы от белокрылки смородину от тли яблони от яблонной плодожорки листовертки и так далее в общем от двадцати восьми видов сосущих и листогрызущих вредителей а продается аллатар и в ампулах и во флакончиках и для того чтобы приготовить рабочий раствор нужно 5 миллилитров препарата развести в небольшом количестве воды затем все перемешать и довести до объема в 4 литра воды причем его можно смешивать и с другими средствами защиты только кроме медь содержащих поэтому я и разделяю эти обработки они обе эффективны но несут в себе разную цель а еще замечу что его нельзя использовать во время цветения так как он опасен для пчел но этот препарат очень хороший и помогает от разной вредоносной живности в огороде и саду и поэтому ссылку на интернет-магазин компании производителя я оставлю в описании к видео так как знаю что многие из нас мучаются из-за такой напасти на клубнику как долгоносик далее следующим шагом я приступаю к подкормке клубники и в это время это конечно же должна быть азотная подкормка и для этого отлично подойдут даже травяная закваска дрожжевая настойка компост перегной или же куриный помет напомню что куриный помет это очень концентрированное удобрение если вносить его в жидком виде то разводить его нужно в пропорциях 1 к 20 ну и наконец еще один такой важный момент как мульчирование почвы так как чем рыхлее и воздушнее будет грунт где растет клубника тем шикарнее будут ягоды и наоборот на плотной почве она дает мелкие и уродливые ягодки если вы выращиваете садовую землянику не на укрывном материале то лучше всего ее замульчировать сосновой хвоей почему именно хвои потому что любая другая мульча из растительных остатков будь то сено измельченная трава солома все это благодать не только для растений но еще и рассадник для слизней а вот колючие хвойные иголки как раз таки защищают ягоды от них и благодаря эфирным маслам которые в ней содержатся еще и антимикробным веществам хвоя подавляет патогенную микрофлору и отпугивает большинство опасных насекомых иными словами можно сказать что это такой природный инсектицид и фунгицид с натуральной защитной силой а набрала я эту ценнейшую хвою сразу же после нового года когда все вокруг выбрасывали отслужившие деревца мы тогда набрали их полный прицеп и привезли на дачу теперь для растений которые любят слабо кислую среду это практически все хвойники лесные ягодники та же голубика черника брусника клюква из кустарников это черная смородина жимолость для них я внесла иголки в почву а вот грядки с клубникой замульчировала поверхностно и получилось и полезно и красиво спасибо за просмотр ставь палец вверх и обязательно подписывайтесь на мои каналы на яндекс дзен и на youtube ссылки оставляю в описании к видео спасибо 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 спасибо